Добрый вечер! Сегодня мы начинаем изучать новый раздел Торы «Ахарей Мот» «После смерти» и «Цвету после смерти сыновей Аарона». В книге «Воекра», уже ближе к середине этой книги, начинается этот раздел в 16 главе. После того, как Тора заканчивает изложение всех законов о жертвоприношениях, затем описывает освящение храма переносного Мишкана, в ходе которого и погибли двое сыновей Аарона. И вот теперь этот раздел, по крайней мере его первая часть, посвящена действиям первосвященника в Йом-Кипур. С одной стороны, это часть храмовой службы. В Йом-Кипур тоже идет служба в храме. Поэтому, вполне естественно, что раздел этот находится в книге «Воекра», который посвящен службе в храме. Но специфика этого раздела в том, что в нем не приводятся законы, которые касаются ежедневной, и не упоминаются вообще все те законы, которые касаются ежедневной службы в храме, проходящие в Йом-Кипур тоже. Йом-Кипур не отменяет ежедневных жертвоприношений. Есть добавочные, дополнительные жертвоприношения, которые может приносить только Коэн Гадоль, первосвященник. Вот о них-то здесь и идет речь. А есть еще дополнительные жертвоприношения мусав, которые приносятся только в Йом-Кипур, но поскольку они не входят именно в необходимые для первосвященника деяния, то о них тоже речь не пойдет. Что сказано в тексте? Что должен сделать в этот день, великий день прощения грехов первосвященник в Иерусалимском храме? А от общины сынов, это пятый стих в 16 главе, а от общины сынов Израиля пусть возьмет он двух козлов в жертву за грех. Среди самых разных жертвоприношений есть жертва, которая называется хатат – это очистительная жертва или жертва за грех. Более точный перевод – это именно очистительная жертва. И одного барана. Баран уже во всесожжение, то есть оля. Дальше сказано и возьмет он двух козлов и поставит их перед Богом у входа в шатер собрания. То есть входа в храм, входа в переносной храм становятся два приведенных первосвященником козла. И возложит Аарон на обоих козлов жребий. То есть какой из козлов куда пойдет, определяет именно жребьевка. И возложит Аарон на обоих козлов жребий. Один жребий для Бога, а другой жребий к Азазылю. Ну, жребий для Бога вроде бы понятен. Умеется в виду, что это будет жертва хатат – очистительная жертва Богу. А что значит козел, которому выпал жребий к Азазылю? И что такое Азазыль? Об этом мы поговорим чуть позже. Пока что ограничимся тем, как объясняет Раши, что под этим именем скрывается горная местность, изрезанная обрывами, обрывистая горная местность. И приведет Аарон козла, на которого выпал жребий для Бога, и сделает его очистительной жертвой. А козел, на которого выпал жребий к Азазылю, пусть будет поставлен живым перед Богом, чтобы совершить им искупление для отправления его к Азазылю в пустыню. Один приносится в жертву Богу, заканчивает свою жизнь святая святых, а другой остается живым. Вопрос надолго. «И зарежет он козла очистительной жертвой, и искупит святилище от скверных сыновей Израиля и от их без преступлений во всех грехах». То есть эта очистительная жертва помогает искуплению грехов в Йом-Кипу. «И возложит Аарон руки на голову живого козла, и исповедуется над ним во всех беззакониях сынов Израиля, во всех их преступлениях и во всех их грехах». Традиционное разделение на три категории грехов – хет, авон и пеша. «Условно перевели как беззаконие, преступления и грехи». Так, есть здесь виду исповедь. Коэн Гадоль, первосвященник, исповедуется во всех грехах народа Израиля и возлагает их на голову козла. Что само по себе довольно странно, что значит, каким образом можно возложить грехи на голову козла. Грехи – это не поклажи, которые можно приложить на чью-то шею или на чью-то голову. Так сказано в тексте. «И возложит Аарон руки на голову живого козла, и исповедуется над ним во всех беззакониях сынов Израиля, во всех их преступлениях, во всех их грехах, и возложит их на голову козла и отошлет с человеком, который был наготове, снарочно, как говорят, в пустыню. «И понесет козел на себе, все их беззаконие, в страну обрывов, и отправит он козла в пустыню». Перед нами ритуал, который известен под названием «козла отпущения». В день, в Йом-Кипур, в день отпущения грехов, и это действительно центральный ритуал всего дня. Сеир Хамишталех в еврейской традиции он не называется козлом отпущения, он называется Сеир Хамишталех, то есть тот козел, которого отсылают в пустыню, в страну обрывов. Это центральная точка, это апогей всего служения первосвященника в Йом-Кипур. Что же происходит? Юсная Тора говорит, что не просто коэнгадоль должен привести двух козлов. Есть требования. Эти козлы должны быть абсолютно одинаковы по росту. Они должны быть одинакового цвета масти. Более того, они должны быть одинаковой цены, и купить их должны вместе. Вот такое требование. И вот этих двух совершенно одинаковых козлов. То есть, чтобы не было здесь ощущения, что есть один козел, который более… Поскольку эта пара козлов будет разыгрываться жребий, и жребий решит, какой из этих козлов пойдет в очистительную жертву Богу, а какой будет выслан в пустыню, то не должно быть никакого предопределения, никакого предрасположения изначального. Они должны быть абсолютно одинаковыми. Вот эти вот параметры, которые устанавливает Аллаха, чтобы они были одинакового роста, одинаковой масти, одинаковой цены, и нужно их купить вместе. Вот после того, как они оказываются настолько одинаковыми и настолько близкими, что только жребий решает их судьбу, с того момента, как жребий брошен, то судьба их совершенно не похожа. Один будет принесен в очистительную жертву Богу. И особенность этой жертвы в том, что кровь жертвы будет внесена в самую-самую святую часть храма. Кодыша, Кодыша, Святая, Святых, для искупления греха. А в это время, когда один козов был зарезан в жертву Богу, второй, так его Торо и называет, второй остается живым. Его не проносят в жертву. Весь вопрос, на сколько времени он будет живым, в конечном итоге его отошлют в пустыню. А там в пустыне, это не значит, что его отсылают там в пустыне, говорят, ну ладно, ты иди себе. Нарочный, который проводит его в пустыне, должен сбросить его с высокого утеса вниз. Так что в конечном итоге он тоже заканчивает свои дни, но только совершенно-совершенно другим способом. Не в храме. Не как жертва, приблизившаяся к Богу, а упав с отвесной скалы вниз. В чем смысл? В чем символика вот всего этого ритуала? В Йом-Кипур от нас требуется чува, то есть исправление грехов. Нужно раскаяться. И, естественно, в этот день человек возвращается к мысли самой-самой основе, которая лежит. И это основа греха, и это основа и раскаяния, а именно свобода выбора. Благодаря чему человек согрешил? Ибо Всевышний выделил его свободой. Всевышний не предопределяет его действия, и, соответственно, человек в состоянии нарушить волю Бога и совершить грех. Но точно так же, как Всевышний не предопределил путь человека и дал ему возможность морального нарушения, точно так же совершенный грех не сжигает за человеком мосты, не предопределяет дальнейший путь человека. Так что человек, даже совершивший грех, тоже остается свободным в своем выборе и в состоянии отказаться от того, что он сделал, в состоянии не хотеть того, что привело его к греху, в состоянии раскаяться и исправиться. Он остается свободным в своем выборе. Как осуществляется вот этот вот свободный выбор? Благодаря заложенной в человеке силе, которая противится любой попытке навязать нам что-то. Если кто-то навязывает нам свое желание, мы чувствуем себя не только некомфортно, мы восстаем против таких попыток навязать нам свою волю. Дана эта сила человеку, безусловно, для того, чтобы он прежде всего боролся бы со своими влечениями, боролся бы со своими инстинктами. Но человек может использовать эту силу сопротивления в совершенно другом направлении. Всевышний сказал ему «не делай так-то». И человек может воспротивиться этой попытке навязать ему, потребовать от него определенного поведения и сделать наоборот, и сделать по-другому. С одной стороны, человек осознает разумом, как правильно и как неправильно себя вести на тот данный разум. Но с другой стороны, человек – обладатель тела, физического организма с его влечениями. Они тянут человека в свою сторону. Возникает конфликт между влечением, между тем, что говорит разум. Вот в этой самой точке возникновения конфликта нужно понимать, что конфликт этот не напоминает перетягивание каната, в котором тот, кто оказывается сильнее, заведомо и здесь заложено, что он победит. И если влечение сильнее, то человека потянет туда. А если разум сильнее, то человек не подчинится влечению. Влечение тянет в одну сторону. Разум человека указывает в другую сторону. Но в этой самой точке, в этой самой точке равновесия, тот, кто решает, это только сам человек. И он сам решает. Вот это и есть свобода выбора. Подчинится ли человек своим влечениям или использует свою силу сопротивления для того, чтобы остаться свободным и сделать то, что от него требует Всевышний. Два козла приводятся в Йом-Кипу в храм. Они абсолютно одинаковые. Что символизирует возможности человека, обладающего свободой выбора, пойти в ту или в другую сторону, выбрать тот или другой образ жизни. Вот он выбор, который приходит человеку в Йом-Кипу. Какой образ жизни мы выбираем. Настоятельно своей независимости. Сопротивляться требованиям, которые предъявляются ко мне. Сопротивляться требованиям морали, требованиям заповедей и закона. Или же нет. Или ту же самую силу сопротивления использовать в обратную сторону. А именно сопротивляться влечениям и соблазнам, которые влекут меня от закона, от Бога в другую сторону. Подчинение влечениям человека, подчинение его телу, подчинение его природы, вот оно и выражено в этом самом странном слове «азазель». Хотя у многих это слово вызывает чёткие ассоциации с потусторонними силами, с чем-то чертовским и так далее, с чем-то противоположным някому Богу. Простое понимание, но не такое. Слово это составное. Оз, аз, слово аз означает сильный. Оз, сила. Согласная буква зайну дваивается для ещё большего усиления. Колоссальная сила. Чья сила? Эль. Слово это означает тоже сила. Мощь силы. Силы какие силы? Этим словом называются, могут называться ангелы, то есть исполнители воли Всевышнего. Может называться силы природы, которые тоже слепо исполняют волю Всевышнего. Вот эта вот мощь сил природы, которая как нигде ощущается в пустыне, в горах, в обрывистых, скалистых местах. Это и есть азазель. И вот он выбор человека, куда ты хочешь. Либо ты становишься жертвой Богу. То есть ты жертвуешь вещами, которые, может быть, тебе были до сих пор ценные. Ради того, чтобы войти в святая святых. Ради того, чтобы приблизиться к Богу. Для того, чтобы возвыситься. Либо ты будешь настаивать на своей независимости, свободе. Сохранишь жизнь, которая принадлежит только тебе и никому больше. Но в сущности эта жизнь означает подчинение слепой силы природы. Подчинение вот этой вот мощи сил природы, которые бушуют в человеческом теле, в человеческой психике. Его влечения, его соблазны, его страсти. Выбирает. Выбирает только сам человек. В этом, по сути дела, все величие этого человека. Если бы не было у человека силы сопротивления, способности сопротивляться, если бы не обладал человек свободой выбора, если бы отняли бы у него эту свободу выбора, то кем бы человек был бы? Амебой. Был бы существом, которое слепо подчиняется созданным Всевышним законам в мире. А все величие человека именно в том, что он способен не подчиниться Всевышнему. И будучи способным не подчиниться Всевышнему, если он использует эту свою свободу для того, чтобы подчиниться, вот тогда он и достигает на самом деле цели своего существования. Йом-Кипур. В день прощения грехов Тора поверила провести двух совершенно одинаковых козлов. И все люди, собравшиеся в храме в этот день, видели, как первосвященник бросает жребий. И только жребий решает, какой из козлов пойдет в пустыню, а какой будет жертвой Богу. В этом обращение к человеку. Вот перед тобой два пути в жизни. Реформа жизни. Какую ты выберешь? Первая форма – пойти навстречу Богу. Вторая – сохранить свою независимость, силу и жизнь. Почему именно козлы? Почему бы это не были бараны? Конечно же, если бы это было бараны, мы бы пришли и спросили бы, а почему это не были козлы или телята, или еще что-то. В конечном итоге жертвы приносятся из трех видов животных. Из коров, из овец, из коз. Но все-таки. По преданию устной Торы, день Йом-Кипур установился, с одной стороны, мы знаем, это день, в который Всевышний простил еврейскому народу, окончательно простил им грех золотого тельца. В этот день он сказал «Ушеса лахтики дворах, и я простил их по твоему слову». Но есть еще одно событие, которое пришлось на этот самый день. И наложило свой отпечаток на этот самый день. «По преданию, в ночь, десятого тишлей, в ночь на Йом-Кипур, Яков сразился с ангелами Сава». Вот как Тора описывает это событие. После того, как Яков посылает Исаву, идущему ему навстречу, богатые подарки, написано «И отправился дар впереди него, а он ночевал в ту ночь встань». В ту же ночь встал он, взял двух жен и двух рабынь, одиннадцать своих сыновей, и перевел их через Ябок. То есть ручей, естественно, вполне решение тактическое для того, чтобы стан Якова отделял от Исава, атакующего водная преграда, он переносит, перепод по кровам темноты, переводит их через ручей. И взял их и перевел через проток, и перевел все, что у него. И остался Яков один. Он один остался под ту сторону ручья. И боролся некто с ним до восхода зари. Некто. «Но увидел тот, что не одолевает его, и тронул сустав бедра его, и вывернулся сустав бедра Якова в борьбе с ним». Яков вышел из этой самой борьбы хромым, ковыляющим. «И сказал тот, отпусти меня, ибо взошла заря. Но он сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал он ему, как твое имя. И сказал он, Яков. И сказал он, Яков. И сказал тот, не Яков должно быть твое имя впредь, а Исраил, ибо ты состязался с ангелом и с людьми и одолел». Здесь становится понятно, что тот самый некто, кто боролся с Яковом, он ангел. А на завтра, после того, как закончилась эта борьба с ангелом, приходит встреча с Исавом. Столкновение, слава Богу, не вышло. Исав вместо того, чтобы броситься с кулаками или с мечом на Якова, бросился ему на шею, обнял, поцеловал. И потом он говорит своему брату, «Давай же пойдем, я пойду рядом с тобою. Идем отныне вместе, наравне». Яков сказал ему, господин мой знает, что дети слабы, и мелкий и крупный скот у меня, молодняк. И если перегнать их в один день, то вымрут все овцы. То есть ты идешь налегке, а если я сейчас со своим скотом начну понукать скот, чтобы двигаться быстро, то я могу потерять все. «Пусть же пойдет господин мой впереди раба своего, ты иди вперед, а я потом к тебе приду. А я буду двигаться медленно, поступью скота, который передо мной, и поступью детей, пока не приду к господину моему в Сеир». Куда? В Сеир. Как называется козел на языке Торы? Сеир. И сказал Исаф, ну так, знаешь что, я приставлю к тебе из народа, который у меня, отдам тебе караул, чтобы тебя охраняли. Он сказал, к чему это? Пожалуйста, не надо, спасибо, не нужно. И возвратился Исаф в тот же день по дороге своей обратно в Сеир. Яаков же двинулся в Суккот и построил себе дом. Вот эта самая встреча произошла в Йом-Кипу. Встреча, в которой Яаков с одной стороны отдал подарки Исафу с тем, чтобы только он ушел, отошел от него, и чтобы они разделились и разошлись. Ты идешь со всеми подарками, иди туда, к себе, в Сеир. А Яаков пошел в Суккот. Сразу после Йом-Кипура через несколько дней наступает праздник Суккот. И вот это вот все произошло в день Йом-Кипура. Слово Сеир, которое с одной стороны обозначает в Торе козла, с другой стороны этим словом называется страна, в которой живет Исаф по названию его тестя. Кроме того, это слово еще означает просто волосатый. Что значит волосатый? Козел он волосатый, он мохнатый. Если сравнить козла с бараном, то у барана шерсть завитушками, а козел он мохнатый. Волосатым называли самого Исафа. Когда Тора рассказывает о рождении, о рождении Якова и Исаавы, она подчеркивает, что это были близнецы. Абсолютно похожие близнецы. Но было одно различие. А именно, Исаав родился волосатым, а Яков гладким. И в дальнейшем это подчеркивается, когда в истории о том, как Яков похитил благословение Исаавы, что там сказано. Ривка зовет Якова и говорит ему. «И сказала Ривка Якову своему сыну, вот я слышала, как отец твой говорил Исааву твоему брату, сказав, принеси мне дичь и приготовь к кушанию, и я буду есть, и я благословлю тебя перед Богом, прежде чем я умру. А вот теперь же, сын мой, послушайся моего голоса в том, что я повелю тебе, пойди-ка в стадо и возьми мне оттуда двух козлят, и я приготовлю их твоему отцу в кушание, какой он любит, и поднесешь ты своему отцу, и он поест, чтобы он благословил тебя перед тем, как умрет». «И сказал Яков Ривка своей матери, ведь Исаав мой человек волосатый, а я же человек гладкий». Как написано в оригинале, «Воемер Якова для Ривка ему, хене Исаавахи иш саир, ванухи иш халак, иш саир, человек волосатый». «Исаав», «Козел» называется саир, «Исаав» называется саир волосатый. «Двух козлов приводят в храм в Йома-Кипурин, и они должны быть абсолютно одинаковые, абсолютно похожие по высоте, по цвету, по цене, они должны быть как близнецы, подобно тому, как Ясков и Исаав были близнецами». «Они были близнецами, они были абсолютно похожи друг на друга». «Валит Раши» до возраста 13 лет невозможно было вообще различить между ними. В 13 лет их пути разошлись. «Один занялся тем, что ему было интересно, охотничий спорт, служение идолам, а Яков занялся. Тем, что им было интересно. Но окончательное разделение между ними, окончательно они расстались в день Йом-Кипур. Эйсаав казался средоточием силы. Он шел во главе отрядов 400 вооруженных телохранителей. По сравнению с Яковом, который занимался, у него тут и овцы, и дети, и полно забот. И он еще к тому же слабенький, он еще к тому же еще и ковыляет, он хромает. А Исаав в воплощении силы. Но вот со всей этой колоссальной силой, со всей самоуверенностью, Исаав шагает навстречу смерти. Этот путь обречен, этот путь к смерти. Правда, дорога-то далека, поэтому конца-то ее не видно. Поэтому Исаав идет в Сеир и идет так самоуверенно и бодро. А Яков ковыляет, хромает. Сколько раз в историческом пути Якова наступали моменты, когда казалось, что он вот уже все уже, что он близок к смерти, что он близок к кибели, и все равно он выходил каждый раз. Два пути. Подобно тому, как два пути вставали перед теми самыми двумя козлами, которых приводили в Йонг-Кипур. Один войдет в святая святых, один очистительная жертва, а другой отправится в пустыню. Мудрецы говорят, что вот это вот упоминание здесь именно козла, косматого, саир лежит в самой основе искупления грехов. Говорит Медраж. Саир, козел упомянут здесь. И Яков сказал матери, На что это похоже, говорит Медраж. Два человека пришли на гумно в тот момент, когда там молотили зерно. Когда молотит зерно, это происходит, когда есть ветер, и тогда зерно, которое более тяжелое, падает вниз, а плевела более легкие несутся ветром. Ну и вот ветер эти плевела понес в сторону двух людей, которые пришли на гумно смотреть на младьбу. Тот человек, который был один из двух людей, он был волосатым, у него была большая шевелюра. И плевела забились ему в эту шевелюру. Плевела запачкали и второго человека, но второй человек был. Лысый. Лысый человек, обнаружив, что на голову ему сели плевела, проводит рукой по своей лысине, и он становится чистым. Но человеку, которого роскошно я шевелюра, сколько потребуется ему усилий и стараний для того, чтобы вычистить плевела, которые забились ему в волосы. И после всех этих стараний еще останутся там. В этом, говорит Талмуд, основа искупления грехов в Ёмке Пуше. Что это означает? Как понять общее искупление грехов? Грех совершен. Поступок сделан. Как можно избавиться от того, что уже истинно? Основа здесь искупления в том, в понимании того, что человек, по сути своей, он не грешен. Человек, по сути своей, не исчадий ада, как пытаются рисовать его некоторые религии. Основа человека – это добро. У человека есть, а, ну, если основа человека – это добро, то как же человек делает гадости? И так много гадостей, насколько он пособил. Конечно. Поскольку есть влечение, поскольку есть соблазны. Но соблазны – это и внешние. Это на самом деле не сам человек. У нас есть иллюзия. Когда мне чего-то очень хочется, то я говорю «Я хочу». И мы отрождествляем влечение самими собой. Мне хочется, я хочу. Но на самом деле это не так. И, кстати, наоборот, когда мы чувствуем, что в нас пробуждается совесть, то совесть обращается к нам во втором лице. Как же так ты делаешь? Нехорошо так. Это иллюзия. На самом-то деле все наоборот. Ейцерара. Влечение, оно в нас как раз является внешней силой. Оно пришло к человеку в результате греха первого человека – Адама. И эта внешняя сила, она соблазнила нас на грех. Поэтому грех сам остается внешним. Он не поразил саму суть человека. От такого греха можно избавиться. Но если грех является уже самой сутью, если зло вросло в человека, тогда оно не отделено. И вот это объясняет Медраж на основе его вот этого примера о двух людях. Один лысый, другой волосатый. Лысому человеку легко избавиться от греха. Достаточно провести только рукой по голове, и тут же все плевела он снял. А вот волосатый не так. В этот самый день, в Йом-Кипру, в день, который Яков расстался с Исаевым окончательным, в этот самый день возвращается к нам выбор. У нас есть возможность искупить свои грехи. Что для этого необходимо? Для этого необходимо решить, выбрать свой путь в жизни. Чего я хочу? Буду ли я продолжать, как это сказал Пророк Иешуа, хромать на оба колена? Либо я выбираю свой путь в жизни? Отдать Исааву все, что он хочет, а самому пойти в другую сторону, пойти в Скорбец. Если я это сделаю, если я нахожу в себе силы на это, то тогда возможно искупление. И искупление возможно благодаря тому, что основа, основа человека, основа еврея – это добро, а зло в нем – наносное. В отличие от Исаава, которого мудрецы рисуют здесь как волосатого, косматого человека, грех от него уже неотделим. Эту же самую идею несколько в другом образе мы находим в очень интересном Медраше. Сказано в Шираширин, в «Песнь-песни». Не смотрите на меня, на то, что я смуглая, черная. Потому что это только прижгло меня солнце, это загар. Эти слова говорит героиня «Песни-песни», а именно «Кнессет Исраэль», то есть собрание душ Израиля, еврейский народ. Иврейский народ выглядит непривлекательно. Не только как хромой Яков, но и совсем уже черный смех. Не смотрите так на меня, говорит «Кнессет Исраэль». Это, на самом деле, только это солнце меня обожгло. Это внешний загад. Говорят, наши мудрецы, Маша, снова поясняют это притчей для понимания. Встретились две рабыни у колодца. Одна из них говорит своей подруге «Ты знаешь, слышала новости? Мой господин начал бракоразводный процесс. Он решил развестись со своей женой. И знаешь, чем все это закончится? Я знаю. Он разведется со своей женой и женится на мне. Вот, можешь меня поздравить». Ее подруга слушает это и спрашивает. А как это все? С чего вдруг все это случилось? Почему вдруг твой господин решил расстаться со своей женой? Почему он с ней разводится? Она ему стала противна. Чем-то стало ему противно. Он увидел ее руки, замазанные сажей. И увидев, как у нее руки, замазанные сажей, это стало ему противно. Больше он ее не хочет. Так говорит рабыня. Вторая рабыня, выслушав ее, смотрит на нее. А это первая рабыня, она черная негритянка. Говорит ей подруга. «Ты бы послушала сама, что ты говоришь. Твой господин хочет прогнать свою жену. Твой господин хочет расстаться со своей женой, потому что у нее руки замазаны сажей. Но ты ведь вся черная от головы до пят. Почему же ты думаешь, что он возьмет тебя вместо своей жены?» Черная рабыня не только потому, что она вся черная от головы до пят. У нее чернота, то, что она черная, она черная по своей сути. А та самая жена, на которую господин разгневался, она черная не потому, что она сама по себе черная, а потому, что руки у нее замазаны сажей. Эта чернота, эта грязь, она внешняя, она наносная. И это то, что говорит народ Израиля. «Не смотрите на меня, что я такая смуглая». Это меня опалило солнце. Это загар, он внешний, он наносный. И это извечный спор между народом Израиля и народами мира. Известно, что народы мира, по крайней мере, часть этих народов утверждают, что еврейский народ, согрешивший, совершив грехи перед Всевышним, да, он раньше был избранным народом, совершенно верно. Всевышний избрал его. Избрал его в силу заслуг наших братцев. Но это все в прошлом. А ныне еврейский народ, согрешив, отвергнут Всевышнего. И что же теперь? А теперь Всевышний приблизил к себе других людей. Есть новый Иерусалим. Есть новая избранница. На что отвечает Медраж? Если Всевышний разгневался на свою, на избранный народ, на свою подругу из-за ее грехов, так ее грехи подобны сажей, которая измазала руки. Значит ли это, что ради, из-за того, что руки сажей измазаны, он отвергнет ее и возьмет себе тех, которые по сути своей черны? Вот это основа понимания того, что происходило в Йом-Кипу, в Иерусалимском храме, когда в жребии решал путь для каждого из козлов, что является, как мы сказали, символом свободы выбора. Свобода выбора означает, что нет предрасположенности, нет предопределения первичного, куда человек пойдет и кем он станет. Станет ли он праведником, выберет ли он путь к приближению к Богу, либо выберет ли он путь, который ведет со всем ощущением жизни и независимости, но ведет он в никуда, ведет он в пустыню, в сторону обрывов. И выбирать только самому человеку.